В этом выпуске... Сортировка мусора. С чего нужно начать? Сортировать мусор бесполезно. Как правильно, до конца не знают многие. На производство одной пары джинс расходуется около 7 тысяч литров. Пакеты, пакеты с пакетами. Что делать с пакетами? Есть такое понятие – экотерроризм. Я просто зазря воду потратила. Подкаст «In My Room». Всем привет, я Ника, и с вами подкаст «In My Room». Это второй выпуск в этом сезоне. Первый у нас был про бытовой этикет и все, что с этим связано. Поэтому, если вы пропустили, обязательно послушайте. Это точно полезно для всех. А сегодня у нас будет очень актуальная для нашего времени тема – экология. «In My Room». Ремонт и котики. А сейчас будет полезная информация для тех, кто в ремонте и ищет качественное и стильное напольное покрытие. И небольшая статистика. Знаете ли вы, что для производства кварц паркеты тратится в 16 раз меньше древесины, чем на массивную доску? При этом ходить вы будете по тому же натуральному дереву. Это напольное покрытие прочное и водостойкое. В тренде укладка дворцовой елочкой. Создавайте стильный интерьер из коллекции кварц паркета «Штучный паркет». И, кстати говоря, с таким напольным покрытием вы можете позволить себе положить полы единым контуром до 150 квадратных метров. Данная информация является рекламой. Рекламодатель кварц паркет. «In My Room». Ремонт и котики. Сегодня у нас в гостях две прекрасные и очень серьезные девушки. Это Зинатулина Эльвира, директор автономной некоммерческой организации Центр развития экологических проектов «Убиратор просвещения». И Илюшина Анастасия, эколог группы компаний «Убиратор», член Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию экономики замкнутого цикла и экологии. «In My Room». Я хочу напомнить, что наш подкаст есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные выпуски. Выходить мы будем примерно в предпоследнюю среду каждого месяца. А еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «In My Room». Напоминаю, что все картинки и дополнительные материалы, о которых мы говорим сегодня, будем выкладывать именно туда. Ну и слушайте нас до конца, потому что в течение выпуска я назову промокод со скидкой на товары маркетплейса «In My Room». «In My Room». Девушки, расскажите, что же такое «Убиратор», чтобы мы понимали с нашими слушателями. Вообще «Убиратор» родился из идеи сделать мир лучше. Вот если прям такими громкими словами. Но так как эта идея родилась в головах студентов технического вуза МФТИ, то и реализация пошла по пути цифровизации отрасли, обращения с отходами. Сейчас «Убиратор» занимается в основном вывозом отходов вторичных ресурсов полезных, годных переработки от крупных и не очень компаний. Но это только часть нашей работы. Генеральной целью «Убиратор» видит упрощение работы с вторичными ресурсами, с отходами, чтобы всем было просто их сдать, их переработать. И это можно сделать только в современном мире, только путём цифровизации, чтобы все мы привыкли к приложениям. И вот с отходами можно тоже работать через приложение. И у нас есть как приложение для наших клиентов, где они могут спокойно ставить заявку в любое для себя удобное время, выбрать время вывоза, обозначить, что им нужно вывести, и адрес. И также у нас есть приложение для водителей, где любой желающий может зарегистрироваться и видеть эти заявки. Мы соединяем бизнес, у которого образуются эти вторичные ресурсы, и исполнителей. И вот эта бизнес-модель, она позволила нам за почти 6 лет работы распространиться почти по всей территории России. Также у нас есть и благотворительные проекты, и общественные проекты. Но про них, может быть, подробнее больше Эльвира расскажет, потому что она ведёт это направление. Да, у нас большое направление экологического просвещения для школьников. Мы стараемся молодое поколение тоже приобщать к практике обращения с отходами через разные форматы. Это и чисто просветительский формат Олимпиад, и есть направление такое больше уже практическое. В формате проведения благотворительных акций по сбору вторсырья, макулатуры, пластика ребята объединяются классами, собирают вторсырьё. Мы организуем вывоз этого вторсырья, и ребята за своё активное участие получают разные экоподарки, а вырученные средства в рамках этих акций идут в благотворительные фонды. Какие вы молодцы! То есть вы всех заставляете, как от мала до велика, задумываться о природе, об экологии и о том, как правильно ликвидировать этот весь мусор. На самом деле это для нас очень важная тема, потому что все слышали об этом, где-то видели это, кто-то действительно начал. Но по факту мы сталкиваемся с тем, что как правильно до конца не знают многие, только те единицы, которые действительно много лет пытаются этим заниматься. Давайте вот сегодня с вами об этом поговорим, может быть, развеем какие-то мифы, может быть, какие-то неочевидные вещи. Сортировка мусора дома, в домашних условиях. С чего нужно начать? Ну, на самом деле, начать нужно с головы, и нужно понять, что сортировать мусор бесполезно. Ну, если уж сортировать, то лучше отходы. А лучше вообще повысить вот то, что остаётся от потребления человека, каких-то услуг или товаров. Это не мусор и даже не отходы, это ресурс. И вот когда люди поймут, что это ресурс, тогда начнут совершенно по-другому к этому относиться. И вот сортировать ресурсы по типу материалов, это уже совсем другая история. Дома уже как-то повышается в голове статус этого процесса. Ну, это так, теория. В принципе, какие практические шаги? Нужно начать, если уже прям вот мы говорим про дом, то это два ведра. То есть в одно ведро кладёшь всё, что может переработаться, а во второе ведро ты кладёшь всё, что объективно нельзя переработать. Вот есть очень такой лайфхак, как определить то, что может переработаться, и то, что не может переработаться. Вот только хотела спросить. Да, вот прямо вот на бытовом уровне для человека, который только-только сюда входит. Но если ты можешь это в руках держать, вот этот предмет, ну, тебе приятно или не так уж противно, то это, скорее всего, перерабатывается. Если это что-то, что неприятно держать в руках, оно жидкое, оно не очень приятно пахнет, или оно там грязное. Ну, вот я имею в виду там загрязнёнными пищевыми отходами или ещё что-то. Или, ну, будем там, да, бытовые отходы, допустим, подгузник. Это не очень приятно держать в руках, это, скорее всего, мусор. Вот это прям такой фактор отсекающий. Ну, дальше уже, конечно, по мере вовлечения уже и по мере накопления информации уже там другие факторы включаются. Ну, и, конечно, нужно понимать, куда это всё девать потом. То есть, если это Москва, это двухпоточная система, синий и серый бак. В синий мы складываем всё, что едет на переработку, а в серый – это то, что, ну, смешанные отходы, скажем так. Всё едет на сортировку, но лучше всё-таки выделять чистые потоки по мере возможностей. Ну, и плюс узнавать всё-таки, если нет такой вот прям организованной системы в городе, то нужно узнавать, где-то какие акции или экоцентры, какие-то возможности именно рядом с тобой есть, чтобы это не напрягало человека. Это вот нужно понять, что человеку не нужно класть на алтарь экологичного образа жизни свою жизнь. Это сто процентов. А вот сразу, чтобы понимать, что-то перерабатываемое, это имеется в виду, что можно будет использовать второй раз после того, как это подверглось переработке. То есть это я правильно понимаю, да, вот этот термин. Вот даже с этого надо начать, наверное. Ну, да, да, в основном да. Вы говорите про два контейнера. У нас серый и синий, мы часто его видим. Вроде как даже разные машины за этим приезжают. Но проблема-то в том, что в эти два бака скидывают всё подряд. Что с ними потом происходит, когда их отвезли на свалку? Их кто-то как-то распределяет? Что-то с ними происходит? Да, вот смотрите, сейчас у нас в законодательстве закреплена норма, что все отходы коммунальные, да, от жителей, что мы все с вами образуем, они все должны ехать на сортировку. Неважно, из какого это бака, синего, серого, фиолетового, жёлтого, всё должно ехать на сортировку. Ну, другой вопрос, что не по всей стране мощности такие есть, но в Москве все эти отходы, они едут на сортировку. Как она происходит, эта сортировка? Она происходит в полуавтоматическом режиме. То есть что-то вручную? Что-то вручную, да. И, в принципе, современные системы, они могут отсортировать… Вот у нас флагманский есть рекоператор, он заявляет до 43 фракций. Что это такое? То есть он может выделить из общего потока 43 различных типа материалов. Это такой механизм такой? Это линия, после прохода через которую наш смешанный поток, где там есть и, ну, грубо, да, и подгузники, и стекло, и картонная коробка, и там из-под сырка, и обложка из-под тетради. И еда. Да, и еда, да, всё-всё. Там и обувь тоже самое. Всё выкидывают. И вот из этого потока выделят 43 фракции, которые теоретически могут поехать дальше на переработку. То есть это несколько видов макулатуры, несколько видов пластика. Это стекло, это металл. Металла тоже, по-моему, несколько видов. Вот, в общем, ну, есть достаточно глубокая сортировка. Но важно понимать, что это всё-таки всё загрязнено пищевыми отходами. И поступив вот после сортировки на таких вот смешанных отходов, эти отходы, они всё равно загрязнены, и они требуют большего ресурса на производстве. Нужно отмыть. Конечно. Нужна вода. А её тратить тоже плохо, но об этом мы чуть позже поговорим. Да, 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 именно. Поэтому лучше сортировать на этапе домохозяйства. У себя дома. Если ты отдельно сдашь там хотя бы сухие материалы, то есть там бумагу, стекло и металл отдельно от пищевых отходов, от жидких, то это уже будет намного лучше, чем если бы ты сдал всё это вместе. Согласна. Но вот, например, я даже отмывала одно время стаканчики из-под йогурта. Знаю, что это правильно, да, и пластик надо мыть. Но я его потом несу в общую мусорку, где сверху мои отмытые коробочки припорошили всем вот этим мусором и снова испачкали. То есть получается, я просто зазря воду потратила. Ну, наверное, не совсем так. То есть если вы выбрасываете это в синий контейнер, то в этом контейнере, скорее всего, отходы большего количества тоже таких осознанных людей, как вы. И вот на сортировочной линии вот этот отбор проходит проще, и качество вот этого сырья, оно намного выше, чем того сырья, который выбирается из общего мусора, где прям всё перемешано. Поэтому это другое качество сырья, и вы всё правильно делаете. Спасибо. Ну и как бы к этому нужно больше людей вообще приучать, привлекать, и как бы не стоит разочаровываться и это забрасывать. Я думаю, что по истечении какого-то времени мы всё равно как-то к этой общей культуре придём, и вы будете не одна такая, или нас будут не единицы. Миру по нитке. Да, ну вот я тоже хотела сказать, что то, что бережно отсортированное в синем баге забрасывается непонятно чем смешанным, это всё-таки проблема просвещения. Нужно больше просвещать население, больше об этом говорить, больше это рекламировать, больше говорить об этом по телевизору, в интернете, во всех соцсетях. И вот чем больше мы будем об этом говорить, тем будет лучше и выше качество наших отсортированных вторичных ресурсов. Поэтому мы здесь с вами, собственно говоря. Давайте про пластик ещё немножко поговорим. Я слышала, что частицы микропластика сейчас везде. Более того, они даже в каждом организме, наверное, даже у нас с вами. Это правда? Да. Микропластик сейчас уже везде. И что такое микропластик? Это частицы пластика меньше 5 мм. Меньше и всё, что туда вот ниже и меньше. То есть это даже, может быть, какие-то частицы, которые там особо и не видны нашему глазу. Стоит принять тот факт, что это уже какая-то наша текущая реальность. И вычистить этот микропластик из нашей жизни, из всего, с чем мы соприкасаемся, очень сложно. Но можно стараться уменьшать вообще появление этого микропластика. Есть первичный микропластик и есть вторичный. Первичный — это тот, который добавляется, например, в какие-то косметические средства. Там микропластик, скрабики какие-то. Может быть, косметика с блёстками. Вот эти блёсточки — это всё микропластик. Когда мы стираем синтетику, и вот с водой вымывается тоже часть синтетика, это что у нас, тоже пластик. И при стирке тоже вымывается вот этот микропластик, который далее попадает в канализацию и далее попадает уже в природные экосистемы. Есть вторичный микропластик. Пластик — это когда у нас есть какой-то предмет, сделанный из пластика, и он под воздействием воды, солнца, соли, чего угодно, рассыпается на мелкие и маленькие частицы, которые тоже… Ну, вот эти мусорные пятна, которые дрейфуют в водах Мирового океана, там пластик тоже рассыпается на мелкие частицы, попадает в корм рыбам. Рыба попадает к нам на стол, и, соответственно, пластик попадает в наш организм. Круговорот пластика в природе, в общем. Да, да. По-моему, около 25% микропластика — это пластик, который вымывается при стирке как раз синтетических вещей. И мы, как потребители, тоже можем сделать выбор в пользу более натуральных тканей, более натуральных составов, стирать синтетику при более низких температурах, чтобы меньше было вымывания и так далее. То есть мы на это тоже прямым образом можем повлиять. Многие спорят на тему, что лучше, выкидывать мусор или сжигать его, потому что кто-то говорит, что скоро из-за больших мусорок у нас не хватит места на земле, а кто-то говорит, что если его сжигать, что логично, вредные вещества попадают в воздух. Что хуже или лучше в этом случае? Тут вот выбирая между сжиганием и захоронением, мы на самом деле выбираем, сломать человек руку или ногу. Вот что лучше? Вот, да? Не ответить. Главное, чтобы голову не трогали. На самом деле тут нет такого одного ответа, всё плохо. И захоранивать, и сжигать плохо. Но ответ на этот вопрос, он состоит из нескольких факторов. Нельзя сказать однозначно. Из этих двух зол в каком-то случае может быть одно зло меньше другого, и в другом случае другое зло меньше другого. Но изначально, вот если прям опуститься до базы, до самой, то что происходит в одном и в другом случае, я не могу это назвать мусором, в любом случае это ресурсы, это какие-то материальные вещи, которые были произведены сначала природой, потом человеком преобразованы. И что с ними происходит при захоронении? Они закапываются, да, они там пищевые гниют, ещё что-то, свалки метанируют, всё это плохо, но материально они остаются на земле. Что происходит при сжигании? Мы их безвозвратно теряем. Мы просто на выходе получаем вредные вещества, и всё. И мы теряем безвозвратно ту же нефть в виде пластика, да, ну все знают, что пластик, он производится из нефти. И что вот здесь лучше? Я всё-таки, вот если не брать остальные факторы в расчёт между захоронением и сжиганием, я выберу, наверное, всё-таки какое-то грамотное депонирование отходов. Всё-таки это не просто свалку, да, куда-то там в канаву закопал. Если мы не знаем, что с этим делать на данном этапе нашего технического прогресса, нужно сохранить эти материалы для последующих поколений. Ещё 5-10, максимум 20 лет, и люди научатся сортировать пластики на 20 видов. Или этот микс пластиковый, из него что-то делать. Уже сейчас есть такие научные разработки. Просто их нужно масштабировать и внедрить в жизнь масштабно. Поэтому сжигание – это путь в никуда. Вот моё личное мнение. У меня, кстати, вот такой вопрос родился, говорите, на 20 видов пластика. Я, например, пластиковые крышки от бутылок, я их собираю, а потом отдаю в разные магазины, где стоят вот эти вот пункты приёма. Собираю капсулы от кофе тоже. Раньше можно было всем известному бренду сдать курьеру, но, к сожалению, нет, но сейчас тоже где-то что-то принимают. Ну, батарейки, лампочки, понятно, да, их много сейчас где. Может быть, есть ещё какие-то неочевидные вот такие вот, вроде по мелочи. Для меня это даже какой-то, как игра такая, да, то есть это у меня какой-то уже спорт, да, сколько крышечек собрать. А если я вижу бутылки там, где-то с друзьями сидим у меня, всё, сразу мы собираем эти крышечки. А может быть, есть ещё какие-то такие неочевидные, какие-то даже прикольные варианты сбора мусора? Ну, на самом деле, очень большой спектр фракций принимается на переработку. Скорее есть исключение, что нельзя переработать практически всё остальное. Если там удалить какие-то лишние детальки местами, да, или там промыть пластик, то всё можно сдать на переработку. В Москве в этом плане здорово, что есть большие экоцентры, у которых прям есть целый список, инструкция того, какие виды отходов принимаются или какие детали из этих отходов принимаются. И там можно сдать всё от зубных щёток, CD-дисков, стаканчиков от йогурта, лотков для яиц. Ну, в общем, всё, что угодно практически можно сдать. Можно сдать старую одежду, блистеры от батареек, дозаторы. Очень большой спектр фракций, которые можно сдать на переработку. Главное, как бы выделить это из общей массы отходов. Правда ли, что, покупая товары с маркировками эко, био, экологический, натуральный, я как-то помогаю природе? Или это маркетинг? Возможный маркетинг. Тут главное, входя в этот экологичный образ жизни, как, наверное, и везде, главное включать голову и думать. То есть, ну, есть, наверное, простые решения, да, но принимая их, нужно тоже немножечко думать. Касаемо маркировки, тут есть несколько маркировок, которым можно доверять в России, но их не так много. Всё остальное, это если, допустим, тюбик стал из фиолетово-зелёным, да, или на нём написали эко. Что такое эко, никто не знает. За этим словом ничего не стоит. Тогда это точно маркетинг. То есть, принимая для себя вот этот вот параметр, да, при выборе продукта, ориентируясь на маркировки, нужно думать, что за ними стоит. И лучше тогда погрузиться в эту тему, немножечко почитать, посмотреть, на какие можно ориентироваться, на какие нельзя маркировки. Всё остальное, это всё-таки маркетинг. Это зелёный цвет, все эти маркировки эко, био, органик. Что ещё там можно написать? Веточку нарисовать. Да, веточку нарисовать, в ручках земля нарисованная. Всё это просто маркетинг, потому что эко-тема сейчас в тренде. Люди всё больше задумываются об этом, о том, какой они вред наносят своим потреблением. Раз это там зелёное, значит, оно перерабатывается. И даже надпись на этикетке «эта упаковка перерабатывается» ни о чём на самом деле не говорит. Почему? Потому что ты должен понять, что ты с ней должен сделать. Должна быть чёткая инструкция. Если она перерабатывается, то куда ты её должен сдать или что ты с ней должен дальше сделать, чтобы она переработалась. Не написано. Потому что, да, просто выкинув её в ведро мусорное, она в своём ведре не переработается. Поэтому вот нужно включать голову и тут уже принимать решение. Скорее всего, в большинстве случаев, к сожалению, это всё-таки маркетинг. А вы говорили про маркировку какую-то, по которой можно что-то понять. Может быть, вы нам пришлёте, а мы как раз в телеграм-канал, как, я не знаю, там топ-5 хотя бы или 10, сколько их там может быть, вот этих маркеров, по которым можно что-то отличать и, например, их расшифровку. А мы обязательно нашим слушателям и подписчикам InMyRoom это всё дадим посмотреть в нашем телеграм-канале. Может быть, действительно кому-то будет интересно. Да, мы пришлём именно маркировки, которым можно доверять. Вот, это очень важно. Мы часто ездим по разным квартирам, мы смотрим разные рум-туры, и очень часто сейчас ставят измельчители. И тут в одной из квартир мы начали спорить с девушкой, хозяйкой, которая вычитала, что, значит, измельчитель, на самом деле, он не такой уж и полезный с точки зрения экологии, потому что она начала говорить, что то ли какой-то газ выделяется из этих отходов, то ли они куда-то не туда попадают. Я так и не поняла, где правда. Здесь я расскажу, наверное, с позиции ещё и пользователя такого тоже измельчителя, диспозера. Мы изначально установили измельчитель отходов, когда делали ремонт на кухне. И мне, как человеку, который, в принципе, темой раздельного сбора отходов уже там последние 10 лет точно живёт, и я уже предполагала, что буду точно там разделять отходы, закупила два контейнера такие, красивые, аккуратненькие. И в один небольшой контейнер у меня идут отходы, которые нельзя переработать, и в такой контейнер побольше. Всё, что можно чистое, сухое сложить и приготовить, чтобы сдать на переработку. Вот главный вопрос, что делать с пищевкой. То есть есть то, что переработается там чистое, сухое, и больше всего как бы мусора, того, что образуется во втором ведре, это как раз пищевые отходы. Плюс они пахнут, плюс это не очень гигиенично, и в этом плане измельчитель, это прям, мне кажется, спасение. В Москве в чём плюс использования вообще диспозеров? На Люберецких очистных сооружениях вот этот вот органический иловый остаток, он преобразуется в биогаз и, соответственно, преобразуется в энергию, которая идёт на освещение каких-то ближайших административных зданий, на отопление этих зданий. То есть здесь практически экономика замкнутого цикла. И то, что было отходами, снова превращается во что-то полезное. А вот если уже не стоит измельчитель, там, например, нет возможности его установить, что бы вы порекомендовали, как бы вот эти вот именно пищевые отходы, что с ними делать? Потому что если мы там за городом живём, есть компост, например, да, это вот как бы идеальный вариант. А если дома? Если нет диспозера, то я, наверное, сейчас выскажу непопулярную мысль, то лучше выкидывать. Дальше, если нет возможности, рука не поднимается, выкинуть, да, то вот для таких людей суперосознанных, которых на самом деле меньшинство и которых и не должно быть большинство на самом деле, возвращаемся, да, к первому нашему вопросу, это не должно быть напряжно. Если вот тебе хочется этим заниматься, пожалуйста, можно сушить, можно поставить и издавать куда-то проекты, можно объединяться с соседями, которые зимой ездят на дачу, они будут туда там скидывать. Можно объединяться. Есть тоже экопроекты. Вот вокруг экоцентров тоже они обрастают всякими чатами профильными там по фракциям или по районам, и вот там покопаться в этих чатах и тоже коллаборироваться с людьми. И вот сейчас тоже один экоцентр запустил проект-эксперимент. Они собирают на своих акциях пищевые отходы сушёные, высушенные, либо поставить вермикомпостер. Что такое вермикомпостер? Это ящик с червями, который перерабатывает эти отходы. Дома. Пищевые, да. Да-да-да. Есть такие домашние вермикомпостеры, да. На самом деле в семьях с детьми это даже такой вариант какой-то обучения ещё. Вместо муравьиной фермы. Да-да-да. Мы животных завели. У нас кошечка, а у вас, кто у нас черви. Вот типа того. Детям это интересно. А что с этим потом делать? Вот сейчас переработал. Он переработал, и он превращает это в биогумус. Ну, в землю. Притом обогащённую землю. То есть можно пересаживать свои цветы, если люди занимаются там цветами, если у кого-то все подоконники. Пожалуйста, не тратьте в цветочный магазин, не надо за землёй ходить. Либо просто вот уже эту землю можно, там вот биогумус, его можно высыпать в палисаднике. Во дворе вообще? Да, во дворе можно спокойно. Вот закапывать пищевые отходы – это засорение земли. Это нельзя делать. А вот уже такой обработанный биогумус, биообработанный червями – это, пожалуйста, тоже совсем другая история. И на самом деле это более цикличная история, чем любые другие. Потому что мы возвращаем именно в тот круг наши ресурсы, из которого взяли. Мы превращаем в землю, из которой вырастили эти продукты. Но, повторюсь, это для тех, кто не может жить иначе. Для всех остальных я бы рекомендовала всё-таки с пищевыми отходами поступать по старинке. Всё-таки, наверное, выкидывать. Потому что если, опять же, особенно на первых этапах, ты вовлетёшься во все активности и начнёшь сортировать 80 фракций, включая ещё и пищевые отходы, тебя не хватит на неделю. Максимум на месяц тебя хватит. И потом ты плюнешь, махнёшь рукой и скажешь «Гори оно всё синим пламенем, ваш экологичный образ жизни». Нам такого не надо. Нам нужно, чтобы по минимуму научаствовали все. Вот лучше так, чем 10 человек будет сортировать 500 фракций, это хуже, чем если миллион будет сортировать две. Нам нужен масштаб. In My Room. Ремонт и котики. В магазинах всегда много всего, как и в продуктовых, так и в других, да, там, супермаркеты, гипермаркеты. У них же вообще невероятный поток всего. Бывает и просрочка, бывают вещи, которые не покупаются. Куда это всё девается? Такие огромные масштабы загрязнения. Мы сотрудничаем с одним магазином, экоосознанным, по вывозу просроченной пищевой продукции. Мы собираем, вывозим и отправляем это на переработку. Сейчас этот проект работает в Москве и Петербурге. К сожалению, пока масштабироваться не позволяют объективные причины. Но по Москве и Санкт-Петербургу это работает, наверное, уже... Да, четвёртый год пойдёт летом. Но что касаемо возможностей, да, что в остальных что-то выкидывается, что-то, я думаю, одежда, которая не распродалась там из старых коллекций, она идёт куда-то в стоки, в секонд-хенды, в какие-то более бюджетные сети перепродаётся. Ну и, понимаете, это товар. Если он не вышел из... По законодательству его ещё можно продать, и можно ещё не присваивать ему статус отхода к просроченной продукции, с которой ничего нельзя сделать, кроме как выкинуть или отправить на переработку, то одежда, да, она не имеет срока давности. Если она годная, но просто она немодная, можно её перепродать чуть дешевле. И бизнес не будет терять эти деньги. Поэтому я не думаю, что бренды выкидывают в старые коллекции или в косметику просроченную, да, но та, которая там не распродалась по каким-то причинам, она, я думаю, что она распродаётся просто чуть дешевле. И мы так подошли к теме экологичного потребления вещей. Главная наша вообще задача — это минимизировать количество вот этих отходов, которые образуются. То есть на этапе... Покупки? Да, на этапе покупки, на этапе того, когда мы выбираем, что купить или каким образом поступить в магазине, вот банан упакованный в плёнку купить или пойти на рынке, взять там свою тару что-то, да, в свои, может быть, мешочки как-то по-другому. Вот на этом этапе начинается осознанное потребление. Или когда мы выбираем между упаковкой, на которой вообще нет никакой маркировки, и мы изъяли из неё продукты, не знаем, что делать, или упаковкой, на которой там есть маркировка какая-то, да, там треугольничек, там цифра, и мы понимаем, в какой контейнер это выбросить, чтобы это было переработано. In my room. Ремонт и котики. Промокод «Экология». In my room. А что касается одежды, да, это же тоже касается этого, это же огромный такой пласт отходов и вообще, что происходит с одеждой. Мы же все любим у нас эти маркетплейсы, мы тоннами что-то заказываем, тренды, мода, ещё что-то. С одеждой это вообще прям тоже серьёзная проблема. Есть классный документальный фильм про это, про моду, про одежду, что с этим происходит. Можно тоже посмотреть, наверное, мы дадим вот в этой подборочке, которая потом у вас в Телеграме выйдет. Будет, я думаю, интересно вашим подписчикам. С одеждой здесь, ну, мы тоже там говорим, да, про минимализм, умеренное потребление. И вот выше тоже вопрос поднимали, что стоит делать выбор в пользу каких-то более натуральных тканей, одежды или предметов одежды, которые прослужат вам дольшее количество лет. Там, например, покупая одну пару джинс, если вы их там проносите 4-5 лет больше, это лучше, чем вы каждый сезон будете покупать джинсы, пускай даже из каких-то супернатуральных тканей. Но для того, чтобы даже вот эту одну пару изготовить, была затрачена куча ресурсов и электроэнергии, и воды, большой экологический след доставки этих джинс из места, где они были сшиты, изготовлены до места продажи и так далее. И вот здесь важно, да, тоже делать выбор в пользу той одежды, которую вы будете носить долго, которая вам нравится, которая сделана из качественных материалов. И не гнаться за модой, а прислушиваться, что нравится тебе, может быть, какой-то свой уникальный стиль выбирать, переделывать какую-то одежду, которая у тебя уже есть, и открывать второе дыхание этому. Если вам уже не нужна одежда, вы понимаете, что она вам не нравится, вы из неё выросли, может быть, наоборот, то есть сервисы, через которые вы можете продать эту одежду, просто поделиться. Да, можете на благотворительность задать, в социальные центры какие-то. Ну и в крайнем, может быть, случае одежду можно сдать на переработку. Она тоже перерабатывается, потом изготавливаются полезные тоже товары из этого. Но на этапе покупки тоже стоит задуматься о том, что я с этим потом сделаю. Вот сейчас стали очень модны шубы. И те, кто пытаются как-то себя оправдать с точки зрения животных, говорят, мы возьмём эко-шубу, вот сейчас есть эко-шубы, и мы никак не повредим природе, мы не будем убивать животных, поэтому вот я такой осознанный человек, у меня эко-шуба. Так ли это? Ведь эко-шуба сделана, как вы говорите, из пластика, то, возможно, даже хуже. Ну, здесь тоже такой вот выбор между тем, что плохо, и тем, что ещё хуже. Ну, может быть, не совсем, но шубы из животных — это как бы сразу табу для меня, например, в этическом плане тоже. Какая-то эко-шуба, если она вот вам нужна, если вы жить без неё не можете, и эта вот часть образа вашего должна быть, то, конечно, вы можете её купить. И опять-таки задуматься, что если через год она вам разонравится, кому вы её отдадите, продадите, сможете ли вы её как-то по-другому реализовать, куда-то передать. Но в целом, мне кажется, стоит от таких прям импульсивных покупок отказываться. Но если вы прям горите этой вещью, если она вам нужна, то не стоит себя, вот как Настя и говорила, на какой-то алтарь жертвенности приносить из-за того, что вы хотите быть всесторонне экологичным. Такой же вопрос про ёлку. Я думала, это, наверное, все уже поняли, что лучше купить искусственную ёлку и много лет её юзать, чем каждый год покупать несчастную, живую вырубать. Но вы мне сказали, что не всё так однозначно, поэтому я этот вопрос оставила. Да, но я бы немножечко хотела продолжить про вещи и вообще про потребление, про покупку, про вот этот этап. Нас сейчас все бренды и бизнес разгоняет. Нам не дают возможности задуматься. Сейчас мода меняется, сколько у них сезонов, да? Каждый сезон, каждые три месяца. Если раньше это было раз в год или там раз в полгода, то сейчас ещё в два раза ускорилось. И нам не дают возможности, времени задуматься, а нужно ли нам это, идёт ли мне это, нужно ли мне это, достаточно, может быть, у меня достаточно другой одежды, а может быть, у меня есть такой же пиджак, может быть, не в такую клетку модную, супермодную, крупную, чуть помельче, и мне его тоже хватит. Вот очень важно дать себе время подумать перед каждой покупкой, остановиться. Вот это время, оно спасёт, на самом деле, очень много ресурсов. И ваших денег оно тоже много спасёт, потому что очень много импульсивных покупок мы делаем, как Эльвира сказала. И всё это доступно, и всё это такое классное, яркое, и везде скидки, а скидки очень подкупают. И это работает не только с одеждой, это работает и в продуктовом магазине, особенно... Когда затариваются на годах. Ты приходишь, особенно, когда ты приходишь голодный в магазин, и всё, и планка падает, и ты начинаешь сметать всё подряд, а тут ещё и жёлтые ценники, и ты не думаешь, зачем тебе там 20 штук авокадо со скидкой 50%. Это же полезно. Это полезно, да, но из пяти человек в семьи ест его только один, к примеру, да, он не съест объективно 20 штук авокадо, до того момента пока не испортится. Вот этот момент, да, не вестись на скидки и дать себе время подумать перед покупкой, перед любой покупкой, это главное. В этом и есть суть разумного потребления, наверное. Да, и с этого начинается разумное потребление. Дать себе время немножко не вестись на весь этот маркетинг. А что касается ёлок, да, мы когда за кадром разговаривали про ёлки, я сказала, что не всё так однозначно. И опять же, да, тут нужно включать критическое мышление, никуда без головы мы не денемся. Самый нужный орган в экологии – это мозг. И тоже нужно смотреть на каждую ситуацию отдельно. То есть человек, принимая решение, какую ему ёлку купить, исходит из своей ситуации конкретной. Он не решает, не принимает решения за весь мир сразу. То есть если это семья, в которой маленькие дети, и где есть возможность купить, допустим, недорогую ёлку или купить на каких-то шеринговых сервисах БУ ёлку, которая уже где-то использовалась, пластиковую, я имею в виду, искусственную, но она крутая, и ты знаешь, что ты ещё лет 20 её будешь ставить. А если она будет такая же крутая, и через 20 лет ты её потом ещё и детям, и внукам передашь, то, конечно, искусственная. Но если это какая-то одноразовая история, там в этот год искусственная, потом я захотела такую ёлку, это вот уже немножечко нестабильная история, неустойчивая. Опять же, если мы посмотрим на естественные ели, то сейчас есть питомники, которые выращивают ели именно для того, чтобы их срубили и поставили на Новый год. Это называется ответственное лесопользование. Мы не вырубаем коренные леса ради того, чтобы порадоваться празднику две недели. Мы специально эти ели вырастили, мы за них заплатили тем, кто их выращивает, чтобы они продолжали для нас это делать. Потом мы поставили эту ёлку, порадовались на Новый год, потому что это запах ели, всё-таки это неповторимый аромат. А если ещё есть возможность, ну, в Москве точно есть такая возможность, наверное, в других крупных городах тоже это развивается, сдать её куда-нибудь дальше в переработку. Допустим, я знаю, зоопарки принимают, есть в Москве проект «Ёлка-ворот», когда тоже там принимают на щепу, на подсыпку каких-то территорий, газонов, на подсыпку территорий в тех же зоопарках. Вот это тоже цикличная история. И здесь тоже нет ничего страшного. Поэтому нужно принимать решения, исходя из своей конкретной ситуации. Я бы ещё тоже добавила. Да, вот в Москве есть проект, и во многих регионах это сейчас тоже популярно. Я прямо на примере этого сезона наблюдала, как в разных городах проекты по сбору ёлок открываются. Там ездят даже, ну, вот машины, которые там по районам какой-нибудь республики или области собирают эти ёлочки. И вот если вы не из Москвы или там не из какого-то крупного города, и вы меньше слышите о таких проектах. И это касается раздельного сбора и приёма каких-то фракций тоже касается. Потому что когда человек живёт в маленьком городе или там вообще в деревне и в селе, и у него сразу встает вопрос, ну, а что я с этим буду делать? Ну, да, я хочу как-то вот к экологии приобщаться. Где мне это искать? У меня ни одного контейнера в городе не стоит. Что вы от меня хотите? Очень много сейчас вообще проектов таких классных локальных появляется. И стоит искать. Может быть, с привязкой к каким-то местным организациям, некоммерческим, экологическим, которые этим занимаются, к местным движениям. Просто посмотреть, что вообще в регионе происходит, насколько они там вглубь региона расширяются. Здесь тоже немножко голову включать и искать варианты. Всё подводится к голове. Да. In my room. Ремонт и котики. Теперь вопрос про пакеты. Пакеты, пакеты с пакетами. Что делать с пакетами? Да, мы уже поняли, что в идеале иметь свой пакет, с которым будешь ходить, но бывает что-то вот, не знаю, зашла я по дороге в магазин с собакой, гуляла, нужно, мне было хлеб, а там я ещё взяла кефира, ещё что-то, и вот уже это всё в руках не понесёшь, пришлось взять пакет. И потом в этот же пакет я выкидываю мусор и выношу его на помойку, соответственно. Что вот делать с пакетами? Тоже сдавать на переработку. Отдельно. Если нельзя от них отказаться, то лучше... Очень много споров о том, что полезнее, бумажный пакет или пластиковый пакет. Вроде бумажный экологичнее, да, если я его там на улице выброшу, он разложится. Круто, но при этом мы потратили ресурс, первичные целлюлозы и какие-то деревья пошли на то, чтобы изготовить вот этот вот несчастный пакетик. Один раз мы его использовали, выбросили, ну да, он разложился в природе. Какая от этого польза? Польза есть только в том, если мы этот пакет используем многоразово, несколько раз. Такая же история и с пластиковым пакетом. Если вот мы взяли в магазине пластиковый пакет, потом ещё что-то в нём поносили, или там даже как мусорный пакет его использовали и потом выбросили, а не специально мешки для мусора покупали, да, ещё больше пластика плодили, то, наверное, в этом плане пластиковый пакет экологичнее. Но если ещё есть возможность сдать, там, вы знаете, какие-то пункты нашли, знаете, что принимаются пластиковые пакеты, то, да, конечно, их отдельно нужно отделить от остальных отходов. Там один вот этот пакет с пакетами можно отобрать и тоже сдать на переработку. Это будет лучше, чем взять один раз бумажный пакет, использовать и выбросить. Я хотела добавить, да. Во-первых, по поводу пакетов, да, сравнения бумажного и пластикового, всё-таки... Что же хуже опять у нас? Да, что же хуже, да, вопрос выбора, он на самом деле на каждом шагу перед нами встаёт, поэтому без головы никуда. И на самом деле бумажный пакет совсем не экологичнее, потому что, вот как Эльвира сказала, во-первых, ресурсов на производство одного бумажного пакета тратится больше, чем на производство одного пластикового пакета. Во-вторых, ты не сможешь использовать бумажный пакет столько раз, многоразово, сколько пластиковый. Вот наш сервис, да, Убератор, мы работаем тоже с двумя сетями торговыми по доставке продуктов в дома, и у нас работает сервис обратной доставки пакетов. То есть человек может в приложении заказывая продукты себе на дом, он может заказать услугу, не помню, как дословно называется, ну, забери у меня пакет, скажем так. Я видела это. Она стоит, по-моему, один рубль. Сейчас не буду вдаваться в подробности, могу соврать. Что-то она, не важно, сколько ты будешь пакетов сдавать, ты можешь хоть там, не знаю, два мешка сдать. Это будет стоить один рубль. И курьер привезёт это на склад, там это копится, за этим потом приезжает убератор, за этими пакетами. Мы копим у себя на наших пунктах сортировки и заготовки и отдаём переработчику. Поэтому, в принципе, это можно организовать, даже не выходя из дома. К сожалению, пока не по всей России, тоже только пока в центральных, в наших столичных городах, но тоже это работает. И я думаю, что это будет развиваться. А вот у меня вопрос, как у собачников. Я ещё, бывают эти маленькие пакетики, которые пищевые, вот эти вот, которые огурчики кладут. И я иногда их использую под собачьи дела. В основном я покупаю пакеты, которые биоразлагаемые. Тоже не знаю, насколько это правда, неправда теперь после встречи с вами, что там пишут. Вот, но вроде как написано, что они разлагаемые. Они какие-то на ощупь чуть тоньше, как будто бы. А иногда просто накапливаются вот эти маленькие прозрачные пакеты, я их тоже для собачки использую. И вопрос у меня возник. Что, опять же, хуже? Оставить собачье дело, ну не на асфальте, там на земле, его дождик смоет, потом снег стает, и всё, он превратится в часть этой земли. Либо всё-таки убрать в этот пакет непонятного вида и выкинуть в мусор. Что делать? Оставлять точно нельзя. Это, во-первых, неэстетично. Это 100%. Негигиенично и неуважительно по отношению... Это точно. Ну а если, например, в каком-то кусте, что где-то непроходная часть или лес? Лес тоже. Если он в пределах города, это городская территория. И за собакой нужно убирать везде. Это я соглашусь. Это 100% правильно делать. Отлично. Меня радуют такие собачники, на самом деле, ответственные. Теперь по поводу пакетов. Давайте начнём с биоразлагаемости этих пакетов. Что значит биоразлагаемый? Тут тоже играют мышлением и недостаточной экспертностью обывателей, да, большинства наших сограждан. Они сказали биоразлагаемый, и каждый додумывает у себя в голове, что же это значит. Не раскрывая это понятие. Все подумали, биоразлагаемый, значит, разлагается в био, в жизни, где-то в природе. Значит, круто. Всё, цепочка сложилась, и я беру этот пакет. Я делаю хорошо. Да, я делаю хорошо. Я молодец, плюсик к карме. Но на самом деле не так всё опять однозначно, потому что в этот термин биоразлагаемый можно включить разные понятия. И в основном, когда говорят биоразлагаемый, вот была у нас сеть магазинов, не буду тоже там с жёлтыми пакетами, да, они тоже позиционировались, что у них пакеты биоразлагаемые. На самом деле он ведь не разлагается до H2O и СО2. Этот полимер, он разлагается до микропластика. Вот и всё. Он деградирует под воздействием факторов окружающей среды до микропластика. Вам нужен микропластик? Мне нет. Вот поэтому есть какие-то биоразлагаемые пакеты. Это пакеты из целлюлозы, из целлофановой. Но вы не отличите целлофан от полиэтилена. Поэтому это тоже, скорее всего, это маркетинговый ход. Теперь возвращаемся к нашему в основном вопросу по поводу нетривиального использования пакетиков. Конечно, вот эта система сбора вот таких отходов, она должна быть налажена отдельно. Потому что обращение вот с такими отходами от собак, с жизнедеятельностью собак, она не входит в спектр задач региональных операторов, которые занимаются коммунальными отходами. Ну, грубо говоря, мы же в мусорное ведро это не выкидываем, да, дома у себя. Поэтому, в принципе, это неправильно. И должна быть отдельная система. Но это уже задача не наша с вами, да, государство, ну, как минимум, города или муниципалитета. Что мы можем сделать на нашем уровне, на бытовом? Конечно, вот то, как вы сейчас рассказали, копить пакетики, которые уже когда-то использовались, и использовать ещё раз вот в таком варианте, это, наверное, самый экологичный способ. И использование этих пакетов, и, соответственно, ухода за собакой. Даже лучше их второй раз использовать, чем покупать вот эти... Конечно, конечно. ...лже биоразлагаемые пакеты. Да, на данный момент это прям действительно лучший вариант. Да, и опять же непонятно, ну, какой смысл? Да, я купила биоразлагаемый пакет, да, я что-то биоразлагаемое туда положила, а дальше что? Что дальше с этим? На свалке лежит куча мусора, который небиоразлагаемый, который пластик, и он вот не разлагается. И вот там в этой куче лежит что-то биоразлагаемое. Как он и в чём разложится? Да, да. Давайте поговорим, наверное, про виды упаковочных материалов. Вот мы начали про пластик, целлюлозу. А какие типы упаковок наиболее экологичны? Вот если мы всё-таки приходим в магазин, и у нас стоит какой-то выбор, что брать, что не брать. Вот мы про бананы отдельно лежащие, упакованные поговорили. Да, может быть, есть какой-то, там, не знаю, топ-советов, как в магазине приобретать что-то более экологичное с точки зрения упаковки. Самая экологичная упаковка – это её отсутствие. Но это правда, первый этап – предотвращение образования отходов. Когда мы что-то берём в свою тару, в свои мешочки, может быть, в свои сеточки, мешочки, в пакетики, которые у нас уже были, и мы там в них что-то сложили, там, в плане, например, ну, овощей, каких-то фруктов, да. Если мы говорим о товарах прям в таких твёрдых каких-то упаковках, то, что касается пластика, нужно обращать внимание на маркировку. Есть пластик, который не перерабатывается, это пока тройка и семёрка, то, что может попадаться на каких-то полках магазинов. Всё остальное можно сдать на переработку, по крайней мере, в Москве. Тройка и семёрка – это где-то написано на упаковке? Да, это на упаковке, на пластике, либо там на какой-то наклеечке, на бумажке, которая приклеена, треугольничек такой изображён, и там внутри циферка. Это может быть прям выбито на упаковке, ну, либо где-то напечатано. И вот на эту циферку нужно обращать внимание. Какая там должна быть написана? Вообще их семь видов – пластика, именно пластика. Сейчас мы только про него говорим. И вот из этих семи видов тройка и семёрка не перерабатываются. Их нельзя покупать. Да. Если прям категорично, то нельзя. А что это обычно за продукты или товары? Ну, в тройке это ПВХ. Может быть, цветы, вот эта упаковка для цветов, как она прозрачная, вот эта слюда пластиковая – это тройка, это ПВХ. Из семёрки – это что вообще по цифре 7 подразумевается? Это пластик, в котором разные виды пластика смешаны. И то есть дальше, когда мы вот эту упаковку, например, хотим отдать на переработку, из неё невозможно отделить полипропилен, например, или ещё какую-то фракцию. Это уже всё, вот смесь. Я подумала сразу про игрушки. Вот их непонятно за что упаковывают. У них такие коробки странные, какие-то все разноцветные, из нескольких слоёв, там картон, ещё что-то. И там же сверху может быть какая-то прозрачная. Ну да, вот эти пластиковые прозрачные какие-то гнущиеся истории – это, наверное, тоже тройка. Может быть, семёрка. Вряд ли принимается на переработку. Вообще вот упаковка должна быть маркирована. И сколько там материалов использовано, по всем материалам должна быть маркировка. То есть если в упаковке использован картон, если использован гофрокартон с таким волнистым слоем между плоскими слоями, если это плоский картон, если это, допустим, полиэтиленовое окошечко, или ещё и подложка, там, допустим, кукла, она лежит в какой-нибудь подложке, а это подложка из корокса, из полиэтилена терифталата. Это ещё один номер, ещё другой пластик. И вот эти все номера пластиков и номера в треугольничках, не только пластик, должен быть паранумерован. Вся бумага, металлическая, вся упаковка, она имеет свои номера в треугольничках. Поэтому теоретически можно всю эту коробку, сложную конструкцию разобрать и посмотреть, что можно сдать на переработку. То есть если картонные части можно сдать, допустим, ПЭТ можно сдать, даже корокс, допустим, а тройку, допустим, из полиэтилена хлорида окошко, то его нельзя, ну то и на выброс. Но ты выбросишь процентов 5 или 10 от этой упаковки, а не 100. Поэтому да. Я хотела ещё тут добавить, что в Москве это точно актуально. Если ты планируешь эту упаковку в дальнейшем самостоятельно утилизировать, в какие-то специальные места сдавать на переработку, тогда есть смысл. И даже если ты выбрасываешь это в контейнер уличный, в синий, то тоже высока вероятность, что эту упаковку отберут, нежели это что-то будет неперерабатываемое. Ещё я хотела добавить именно про пластики. Вот вы спросили про то, что больше всего перерабатывается. На самом деле сейчас в России лучше всего перерабатывается картон, а из пластиков это пэт-бутылки. Ну это вот бутылки из-под воды, из-под газировки, из-под молока. Это все вот эти бутылки, это на самом деле самые... А, ну и алюминий тоже. Алюминиевые банки, они тоже хорошо собираются и хорошо перерабатываются. А макулатура, стекло? Ну, картон, картон, да. А, это тоже... Да-да-да, картон, ну и остальная макулатура чуть-чуть поменьше, но она там где-то рядом с картоном. Больше всего, конечно, картон перерабатывается. И по картону самый хороший показатель по макулатуре вообще, то есть она перерабатывается где-то около половины. А со школы ещё учили. Да, около половины, и всё остальное намного меньше. Что, стекло ещё? Ну, со стеклом, да, оно могло бы перерабатываться хорошо, но тут есть проблема сбора. И оно, во-первых, хрупкое, во-вторых, тяжёлое, и, ну, на рынке оно... Тут же, понимаете, это тоже такой вопрос цены. Это для нас это всё. Мне бутылка не нужна, я её выброшу. А те, кто её перерабатывает, те, кто её собирает и возит, для них это всё-таки предмет, из которого хорошо бы получить денежку, потому что надо на что-то существовать. Поэтому стекло тут в этом плане не очень ликвидное, и поэтому оно не очень распространено. Но в теории стекло, наверное, это один из самых экологичных видов упаковки, потому что он наиболее цикличный. Его можно перерабатывать не многоразово, бесконечно разово. Вот стекло и алюминий, вот это два материала, которые можно перерабатывать бесконечно, без потери качества. Вот это главное. И очень важно, без потери качества. Поэтому вот, отвечая на тот ваш первичный вопрос, от которого немножко отклонились, самое экологичное, наверное, это всё-таки стекло и алюминий. Ну, следом, наверное, картон. Будем иметь в виду. Давайте к теме воды подойдём, потому что меня вообще, вот тема воды беспокоит больше всего. Я недавно была в спортзале и видела, как женщина занималась своими делами, а у неё вода текла, текла из душа. У меня просто сердце разрывалось, я уже собиралась подойти и выключить, но она уже начала мыться опять. Ну, в общем, у меня, я вот когда чищу зубы, я выключаю воду, я вот из этих людей. Что мы можем сделать такого полезного, опять же, в домашних условиях, чтобы сэкономить воду? Покупать хорошую одежду. Неожиданно, да? Но на самом деле, если вы купите, вот как Эльвира говорила, одну пару джинсов на пять лет и не будете покупать каждые полгода новые, это сэкономит намного больше воды, чем если будете выключать воду при чистке зубов. Я не говорю, что это неважно, выключать воду. Включать воду нужно. И разумно подходить к потреблению воды в бытовом плане тоже нужно и необходимо. И детей приучать к этому с детства. Но вот для примера, да, объём одной ванны – это где-то 100-150 литров, может быть, 200, если большая ванна. А на производство одной пары джинс расходуется около 7 тысяч литров. 7-7,5 тысяч литров. Это сколько ванн? Да. Сколько это ванн? А сколько это закрытие экранов, когда мы чистим зубы? Поэтому покупая одну бару... Какой кошмар. Не покупая лишнюю футболку, когда у тебя есть уже 2-3 белых, и тебе ещё одна белая, но чуть-чуть какая-то как будто бы другая, объективно не нужна, ты её не покупаешь. И тем самым мы экономим намного больше воды, чем жертвуя собой, опять же, да. И если, допустим, человек любит принимать ванну, но думает, вот я сейчас приму, и всё, и мир рухнет, потому что я потрачу много воды. Мир не рухнет от одной ванны в неделю, на самом деле. Если во всём остальном человек очень грамотно и разумно подходит к потреблению. И если она нужна, эта ванна, чтобы чувствовать себя, как это можно говорить, в ресурсе, если ты не можешь в конце недели пришёл выжатый, как лимон, и тебе нужна эта ванна, прими её. Прими и не жертвуй собой. Весь ресурс нужен, чтобы соблюдать экологичный образ жизни. И потом ты весь такой в ресурсе погонишь в экоцентрах создавать свои 50 фракций. Полной силы. Всё благодаря Ване. Конечно. Мы недавно снимали человека, который использует в реставрации своего дома старые отделочные материалы. То есть он где-то там разрушали один дом, он собрал пол, доски какие-то выбрал, которыми ещё можно использовать их второй раз. Так же там с кирпичом. Ещё раз. Как можно ещё применять старые отделочные материалы, где их брать? Кто-то вот эту метлогскую плитку скупает из подъездов. Вот. Может быть, вы тоже нам посоветуете, как это всё сделать экологичнее. Здесь, наверное, стоит в первую очередь обращаться к каким-то, ну, если там в глобальном плане, да, к каким-то шеринговым сервисам. Если мы хотим что-то найти, если нам что-то нужно, вот мы делаем ремонт, или у нас появился какой-то творческий порыв что-то преобразовать и организовать себе классный, уникальный журнальный столик, да, то здесь на помощь нам приходят и разные платформы, где можно купить какие-то вещи, есть группы в социальных сетях, ну, типа там «Отдам даром», «Поменяю на что-то» и так далее. Там можно тоже нужные нам вещи найти найти и, ну, действительно подарить этому вторую жизнь. Если, ну, вот мы говорим о том, куда это отдать, здесь, ну, как бы то же самое, через эти же самые сервисы мы можем что-то продать-отдать, и очень много полезных вещей мы можем отдать на благотворительность. Какие-то вещи, какую-то мебель или даже уже в непригодном состоянии, которые уже сложно как-то отремонтировать, очень хорошо берут различные приюты животных, которым всегда нужны какие-то материалы, какие-то старые доски, может быть, даже помятые истрёпанные подушечки, чтобы организовать место обитания, да, вот этих животных, какие-то лежанки сделать, доски какие-то вольеры сделать и так далее. Можно отдавать, ну, связываться с приютами, узнавать, да, про их потребность, что им нужно конкретно им передавать, отдавать. Что-то можно отдавать в социальные центры, там, на благотворительность, ну, то есть вариантов, куда это кому-то отдать, и кто-то что-то с этим сделает, потом полезные, на самом деле, мне кажется, очень много. Интересно, кстати, по приютам. Да, а я думала о том, как это можно, в принципе, в ремонте, да, использовать. То есть если что-то там, допустим, пол меняешь, и остались доски, куда это деться в своём ремонте, или если ты креативный человек, и хочешь что-то такое, там, арт-объект или из стены что-то сделать из своей, и на тех же шеринговых сервисах приобретаешь какие-то материалы. То есть что можно сделать? Можно, в принципе, нетривиально подходить к использованию. Те же вот там доски, из них делать не пол, который был изначально, а какие-нибудь наличники, или стеновые панели. Мне, на самом деле, очень нравятся вот такие сейчас передачи, которые там по переделке или по ремонту, и они вот начинают вот там креативить, они там взяли, покрасили, сюда прибили, и плинтус там на стену прибили в виде рамочки, и нарисовали на стене что-то остатками краски. И получилось своего рода уникальный арт-объект, и украшение стены, и, в принципе, и ремонт. Поэтому, ну, главное, нетривиально, там, из каких-то игрушек, из детских они делают ручки для дверей, из осколков керамики или там какой-то посуды они делают мозаичный пол или мозаичные тоже арт-объекты, или стены. Ну, тут главное включать воображение, и вас ничего не остановит, мне кажется. Это точно. А, вот ещё вопрос у меня про батарейки и аккумуляторы. Это вообще больная тема, они же супер вредные, да? Хорошо, если где-то рядом организованы тоже сборы, кстати, сейчас их очень много. Но как минимизировать их негативное влияние на окружающий мир, на природу? Ну, так же. Не образовывать. Ну, это первое. Прежде чем что-то использовать, да, или купить, подумай, я могу это не покупать, я могу какую-то... У меня есть альтернатива безотходная. Допустим, если какой-то прибор может работать с сети или от батареек, то лучше по возможности его... Да, от сети, чтобы он работал. Если нет возможности, ну, обязательно нужны батарейки, то покупайте аккумуляторные батарейки. Во-первых, у них намного дольше... Они тоже вредные, но у них намного дольше ресурс, намного больше. Их можно заряжать. Да, их можно заряжать, и они намного дольше вам прослужат, и сколько вы сэкономите батарейок. Ну, вот это в основном, наверное, да. А если уж они появились, то тогда уже начать поиск вот этих мест, куда можно сдать батарейки и аккумуляторы. Ну и давайте как-то подытожим, какие вы дали бы советы для тех, кто только встаёт на путь экологичного потребления. Ну, на самом деле, я повторю то, что говорила вначале и в течение всего разговора. Главное относиться к этому, не вовлекаться в это полностью сразу, не погружаться. Постепенно прививая себе по одной привычке или сортируя, увеличивая количество фракций от одной и по одной, увеличивая, не жертвуя собой. И главное — включать критическое мышление, включать голову и разумно подходить к потреблению, к покупкам. Вот это, наверное, основные такие базовые моменты, без которых не получится изменить свой образ жизни, свой образ мысли и сделать его привычным и комфортным. Вот это ведь главное, чтобы это было привычкой, чтобы это стало для нас привычным образом жизни. А если это для нас взрослых станет привычным образом жизни, то и для наших детей они будут воспринимать как данность и их даже приучать к этому не нужно будет. Они вырастут в этой реальности. Поэтому вот это главные такие критерии. Ну а дальше уже действовать по ситуации. Я знаю, что вы написали для нас чек-лист, который мы тоже обязательно добавим в наш телеграм-канал, потому что там вот я точно буду им пользоваться. Это очень классные советы, это интрига, поэтому обязательно, обязательно, дорогие наши слушатели, бегите в наш телеграм-канал и смотрите на наш чек-лист. Да, и я здесь тоже добавлю, что стоит найти тему, через которую ты вообще проникаешься. То есть меня вот в детстве, я как-то вообще с детства этими идеями горю, очень как раз тема экономии воды увлекала. И вот мне, правда, было больно смотреть вот как-то что-то такое в маленьком сердце рождалось, какая-то жалость, что эта вода там бесполезно вытекает из крана, сколько воды уходит там на полив или ещё что-то. Ну какие-то такие совсем простые мысли, но вот через вот эту какую-то тему экономии воды и такого более осознанного потребления воды выросло всё остальное. И все мы люди разные, мы по-разному смотрим на мир. И если ты какой-то творческий человек и при этом совсем не сортируешь отходы и не хочешь разбираться в маркировках, смотреть на эти циферки, но у тебя получается что-то другое хорошо. Вот, например, с тем же ремонтом ты можешь придумать, как оформить пространство из материалов, которые уже у тебя есть, которые остались. Отлично, это твой вклад в то, чтобы сделать мир лучше, чище. Предложи ещё там свою помощь друзьям, открой креативное агентство по созданию каких-то объектов из уже существующих ненужных материалов и так далее. Всё нужно через свой интерес делать, и тогда, мне кажется, отдача будет тоже больше. Это точно. Ну и можно принимать ванну, а потом бежать сортировать отходы. Да, да, да. Ещё я хотела добавить, чуть не забыла, что очень важно этим делиться. То есть если ты уже вовлечён в это, если сделал для себя какое-то открытие в этом мире экологичного образа жизни, не нужно держать это в себе. Сейчас есть соцсети, у всех много друзей. Важно делиться, но не нужно навязывать свою точку зрения остальным. Пусть каждый придёт к этому сам, потому что даже есть такое понятие экотерроризм. Когда, да, на самом деле, когда человек очень сильно погружается, проникается этим и видит человека, идущего по улице за стаканом кофе с одноразовым, его это очень триггерит, и прямо не нужно набрасываться в такой ситуации. Это его выбор. И, может быть, этот человек первый раз в жизни купил стакан, ты не знаешь. Ну, одноразовый. Поэтому не нужно навязывать, но делиться этим с миром очень важно. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, что рассказали столько полезной и нужной нам информации. Надеюсь, то, что после этого людей, которые будут бречь нашу окружающую среду и вообще природу в целом, нас станет таких больше. Спасибо вам. А я напоминаю, что мы есть на всех площадках. Читайте нас на сайте Дзенни, смотрите на YouTube-канале. Ну и не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока. Подкаст In My Room. Ремонт и котики.